Я не могу, выжили. Лучше бы умереть, чем так выживать. Галина старается не плакать, но по щекам всё равно бегут слёзы. Женщина говорит это от обиды и горя. Она не может прийти в себя после того, что пережила. Там стояли пушки, там стояли тоже и там стояли. А мы в середине. Этот бедный дом ходил ходуном. Не так дом, как мы. Женщина рассказывает, обстрелы были страшные. Били из артиллерии, самолётов, вертолётов. Говорит, воронки такие, что можно машиной въезжать. А это моя правнучка. Тоже с расколочками. Не надо, чтобы пробыла. На их улице стали жить она, её взрослый сын, тот же и друг сына, который пришёл к ним с другого конца села. Вместе прятались в подвале, делили скудные запасы еды. Николай рассказывает, когда российские оккупанты почувствовали, что приближается украинская армия, то начали выносить вещи из домов местных жителей. Всё наворованное вывозили машинами. А в конце, кажется, из Курска приехали. Молодых много. Стали тянуть всё подряд. Что в домах было? Ну, ковры, холодильники. Всё подряд. Просто вода. Она же чайник. Она же вода для купания. Ну, в общем, для мытья посуды. Всё, стираемся в тазиках. В дом, где жила Елена с мужем и сыном, прилетел снаряд. Они переехали к свекрови. Говорит, под обстрелами, без света и газа было очень тяжело. После авиаударов многие семьи остались без жилья. Самые трудные моменты вообще были. Их не было ни неделю, ни две. Они были полгода. Вот ровно до прихода Украины. Ежедневные были трудные моменты. Здесь нет сказать. Вот мы только в подвале прятались. Тогда было тяжело. Тяжело было все полгода. Когда в село зашли российские военные, всё время прятались в подвале. Они думали, что людей здесь нет. Они не ожидали увидеть здесь людей. Они прошлись по подвалам. Там люди. Но они думали, что, может, солдаты. Понимаете? Как бы поначалу было очень агрессивно. Мы не знали. Вот так, может быть, неправильно глянешь. А тебя, может быть, уже не будет. Зашли русские солдаты. Они зашли. Мы уже в подвалах. Конечно, оно поразбито было. Зашли. Ну, естественно, с автоматами к нам. Выходите. Мы вышли. Пацанов связали. Мешки на голову. Отвели. До их не главных. Сын Елены Ярослав рассказывает, что, когда российские оккупанты вели по селу завязанными глазами, очень переживал за близких. Ты больше боялся не за себя, а больше за своих родных. То есть на себя, можно сказать, было наплевать. Главное, чтобы остальные остались живы. Мать, отец, дядька, бабушка. Поставили нас возле стены. Тоже сразу расспрашивают. Вот кто вы такие? Мы освободители. Мы пришли вас от нацизма защищать. Елена показывает икону, которую ей удалось спасти из разрушенного российскими бомбами сельского храма. Тогда авиация разбомбила школу и церковь. Все это наша икона была, как бы, ну, это наша даренная была семья на храм. Она называется «Чаша терпения». За время оккупации в Каменке погибли десятки мирных жителей. Село разрушено практически полностью. Когда уже пришли украинцы, люди лежали до тех пор не похоронены. Кто в погребах, кто в домах. Там где-то чем прикрыты, где кого хоронили. Соседи прямо в огороде. Просто прикапывали. Еще одна жительница Каменки Татьяна показывает могилу соседа. В тот день он и его жена во время обстрела оказались в разных частях двора. Мы были в подвале у себя дома. Слышим, Наташа кричит «Сережа! Сережа! Сережа!» А Сережа не слышит. Она бежит по улице. «Танюш, Сережа убила!» Когда она вошла, то увидела, что вся летняя кухня на улице. Все тарелки, миски, кастрюли посреди улицы. И Сережа лежал. У него не было полголовы. И прямое попадание в сердце. Каменка – одно из знаковых мест для военнослужащих 113-й бригады территориальной обороны. Они проходили через это село, когда российские оккупанты захватили Изюм. Украинские военные пообещали людям, что вернутся. «Наше подразделение последним выходило из Изюма. Когда оккупанты, вооруженные до зубов, с техникой, артиллерией, с самолетами, вертолетами, со всем этим боролись против нас. И теперь мы обломали зубы противнику. Мы этой же дорогой заходили назад в Изюм». Село Каменка находится на юго-востоке Харьковской области, в 8 километрах от города Изюм и в 12 от границы с Донецкой областью. До начала полномасштабного вторжения здесь проживало более тысячи человек. Сейчас тут остается менее 100 жителей. Надежда Сухорукова, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.